А вы знали, что сегодня день рождественской открытки? Если честно, я не помню, когда и кому последний раз их дарил, поэтому сделаю маленький презент своему оператору. Ну а вам, короче, расскажу сильные новости. Катание на коньках могут включить в обязательную школьную программу. Этот вопрос уже обсуждают в Минобразовании. Планируется, что первыми на коньки станут ученики начальных классов. Когда это произойдет, пока неизвестно. Давайте пофантазируем, а чтобы вы включили в обязательную школьную программу. Пишите, предлагайте. У всех на работе бывают косяки, но эти ребята впереди планеты всей. В России случайно, по ошибке, снесли многоквартирный дом. Это произошло в Карелии. Семь раз отмерь, один раз отрежет. А явно не про этих ребят. К счастью, никто не пострадал, потому что этот дом тоже был отселен, но его планировалось снести в следующем году. Как такое могло произойти, непонятно. Ну а подрядчик просил его понять, простить, но еще он уберет территорию за свой счет. Ну а как вам такая статистика? В этом году в Гомельской области гаишники 4 раза останавливали пьяных водителей автобусов, которые ехали по маршруту. Последний такой случай произошел 4 ноября на маршруте номер 18. Мало того, что пьяный водитель автобуса не остановился по требованию ГАИ. Как оказалось, у него и вовсе не было категории для управления автобусом. Его, конечно, привлекли к административной ответственности, но главный вопрос остается без ответа. Как такое могло произойти?